Друзья, всем привет! Сёрфер-обедельники Девианты. Продолжаем наши эфиры. И ключевая тема, которая всех волновала последние дни – саммит Путина и Байдена в Швейцарии. Илья Акуса в студии, привет. Привет. Много было панических заявлений после саммита. Как обычно. Да, как обычно. Твоя оценка. Что произошло? Насколько это опасно для Украины? Есть ли вообще опасность там? И вообще, какие ключевые тенденции в этом всём ты видишь? Смотри, давай разобьём это на смысловые блоки, потому что там реально много чего было. Особенно, если учесть ещё марафон всяких событий в начале недели. Там же был саммит, во-первых, приезд Байдена в Британию отдельно, потом саммит G7, саммит НАТО, саммит США и ЕС, встреча с Эрдоганом. Там тоже интересные моменты. И, наконец, с Путиным. Значит, первое. Как бы саммит прошёл хорошо для двух сторон. Даже лучше, чем думали многие. Это один момент. Второе. Саммит ничего принципиально не поменял. То есть каких-то фундаментальных изменений, там, значительных прорывов не произошло. И в этом плане вот эти все, ну, алармистские настроения, которые у нас были, вот всё, можете успокоиться, как бы всё хорошо. То есть в этом плане ничего принципиально не изменится. В ближайшие несколько, в ближайшие полгода точно. Но именно, извини, но именно в течение полугода будет что-то происходить. Да, я сейчас это скажу. Да, просто я к тому, что всё, вот никто никого не слил, Украину не сдали, никаких там закулисных договоров, за нашу и спиной надумывалось, как у нас некоторые представители власти считали, что так и должно быть. И даже там убуривалось этим, особенно Зеленский на вот этой вот пресс-конференции с журналистами. То есть всё. Не могло быть никаких уступок. То есть в принципе, потому что стороны, как бы, приезжая на саммит, они не, то есть не было, не планировалось никаких уступок, никаких компромиссов. И пресс-конференция, и Путина, и Байдена, выглядела, ну, то есть они выступали с позиции принципов. Это было видно, они жёстко стояли на своём, каждый говорил, каждый, по сути, был в своём мире. Ну, ты же смотрел, я думаю. То есть это было вообще, то есть, ну, они там, в принципе, каждый, то есть остался при своих. Теперь второй смысловой блок, значит, какими были центральными темами саммита. Потому что это то, на чём у нас спекулировали, считая, ну, у нас же сделали из этого украиноцентричную тему, хотя вообще не обращаю внимание на то, о чём, собственно, изначально на самом деле был саммит. Там было три темы. Первая – это стратегическая безопасность, в которую запакованы вопросы ядерного разоружения, контроля над вооружениями, там, ракетные программы и так далее. И вопросы, второй вопрос – Арктика, очень серьёзно поднимался, даже сам, ну, Владимир Путин, например, если кто посмотрит его пресс-конференцию, он был очень подготовлен по этой теме. И она поднималась очень серьёзно. Кстати, у нас многие не понимают вообще, как, а Бартик? Да, у нас вообще, у нас для многих вообще это было неким… Откровением. Да, таким, типа, что это, что такое Арктика. Ну, короче, я уже не удивляюсь, но, да, Арктика была второй центральной темой и третьей, я сейчас, потому что у меня это было, это расчерчивание границ между Россией и США в их политических отношениях. То есть, по сути, это вот то, к чему они пришли, можно сказать. Попытка – это начать диалог по выводу их отношений в управляемую конфронтацию. То есть, противостояние продолжается, но так, чтобы можно было взять его под контроль. Да, должны быть правила игры. Как это было во времена Холодной войны, когда стороны там плюс-минус понимали, кто что может, где есть красные линии. Да, теперь по поводу вот этих тем. Значит, тема стратегической безопасности важна, потому что это, как бы, те вопросы, в которых штаты не могут обойтись без России. Это ядерное, это, ну, в последнее время система, международная система контроля за вооружениями, то есть, это вот эти все договоренности про ракеты средней и малой дальности, про открытое небо, про стратегические наступательные вооружения, но СНВ-3, который продлили на 5 лет, но он чуть не был там на грани разрыва, последний из, по сути, договорных режимов, которые оставались между Россией и штатами, в принципе. Это ядерное разоружение, то есть, договор о нераспространении и остальные режимы международно-правовые, которые не соблюдаются и в последнее время, ну, они реально слабые, ну, посмотри, всем вообще плевать на договор о нераспространении, а ядерное государство типа Индии, Пакистана, ну, и сейчас уже Северной Кореи, как не входили в него, так и не собираются. То есть, это вопросы, в которых Россия имеет слово, имеет голос, и это признается штатами. То есть, штаты, конечно, не могут там не считать Россию глобальным государством в полноценном понимании этого слова, или гегемоном, там, или равным себе, но они, и это четко декларируется в документах их по этой стратегии нацбезопасности и отчет нацразведки штатов, которые в этом году были выданы, там четко показано, что они воспринимают Россию реальной военной угрозой для себя в трех направлениях. Это космос, это, ну, космос в сотрудничестве с другими странами, особенно с Китаем, потому что Россия там сама уже не может. Это высокоточное оружие и ядерное оружие. То есть, там, где Россия даже может иметь преимущество над штатами, особенно в вопросе модернизации ядерного арсенала. Они сами признавали, что они отстают от русских. И поэтому вот этот вопрос стратегической безопасности, он оказался на саммите, потому что реально они обеспокоены тем, что нету никаких сдерживающих механизмов, отношения уходят в днище, и чем больше, тем возрастает риск всяких неприятных инцидентов. Ну, как во времена холодной войны, да, то, что что-то может привести к какому-то там, например, непредумышленному военному столкновению. Что тогда делать? Вторая тема по Арктике. Почему она важна? Ну, если кратко, ну, для тех, в том числе, кто не в курсе, у нас там эта тема действительно вообще не поднимается в Украине. Арктика, ну, это затрагивает непосредственно экономические, коммерческие интересы России и штатов. Ну, и геополитические. Для России Арктика очень важна, потому что там, ну, есть информация, что там есть колоссальные залежи нефти и газа и других ресурсов. Второе, ну, население России в арктическом поясе – это 40% мирового населения Арктики в целом. То есть они занимают там реально… И юридическая позиция России по Арктике наиболее выгодна. Арктика дает доступ к Северному морскому пути, который из-за изменений климата сейчас становится доступным для транспортных перевозок. А он, если его вложить в это деньги и его развивать, он может стать очень крутой альтернативой тому же Суэцкому, ну, то есть Суэцкому пути. Даже быстрее по Северному морскому пути можно доставлять товары, чем через Суэцкий канал. Ну, просто короче, банально. Да, да. Ну, это очень серьезно, это очень серьезно меняет вообще глобальную как бы логистику. Почему Штаты это беспокоят? Ну, для России, то есть это чисто бизнес очень серьезный, благодаря которому они могут подняться в перспективе. Понятное дело, что Россия сама не может разработать вот эти все проекты, у них не хватает финансовых ресурсов. И ближайший партнер, который может им помочь – это Китай, который в этом заинтересован, понятное дело. И из-за этого Штаты очень хотят выйти на диалог с Россией с тем, чтобы они с Китаем не сотрудничали на этом направлении, потому что Штаты воспринимают это как стратегическую угрозу. Ну, и, в общем-то, это же часть их конкуренции, поэтому они не хотят, чтобы Китай подмял под себя Северный морской путь. Ну, их флот просто банально не может контролировать морскую коммуникацию, то так, как это происходит в районе Суэца или Малакского проекта. Да, ну, у России крупнейший в мире ледокольный флот, ни у кого больше такого нет. Только русские могут, по сути, заниматься навигацией в этих водах. У американцев нет такого, как бы они ледоколы не строили особенно. Поэтому тут, да, есть проблема. То есть их беспокоит российско-китайский ситуативный альянс на этом направлении, который может быть. И третья тема по поводу красных линий, вот этих, о которых у нас все говорили. Да, она действительно поднималась. И, в общем-то, судя по пресс-конференции, и Путин, и Байден об этом говорили. Что, ну как, они не прямо говорили, но вопрос о определении мер допустимого в своих отношениях, он поднимался. И, скорее всего, были какие-то договоренности. Возможно, мы о них не знаем. Но, видимо, ну, то есть они серьезно об этом поговорили. Какие, ну, было видно, сразу можно сказать, что красные линии для России и Штатов, они плюс-минус понятны. То есть для Штатов это, ну, если совокупно посмотреть на заявления Байдена, это там убийство американских граждан, нападение на их военные объекты, военных. Это вмешательство в их выборы, атаки на их критическую инфраструктуру, кибератаки. Байден же сказал, что он передал Путину список из 16, по-моему, объектов критической инфраструктуры в Штатах, на которые, мол, не надо, типа, не нападайте. Да, давайте, типа, вот это, вот не трогайте. А вот там сколько угодно, а тут, пожалуйста, красная линия. Да, поэтому, в принципе, это было видно. По Путину, опять же, по его заявлениям видно, что красной линией остается Украина, особенно вступление Украины в НАТО. Это все еще для него принципиальный вопрос. И, судя по заявлениям последних недель, как со стороны Штатов, так и со стороны европейцев, ПДЧ все. Что, в общем-то, было понятно, но, как бы, мы же должны были, мы же прям вызывали на дуэль всех вокруг, как бы, чтобы нам сказали, так чини. Ну, сказали. Вот, причем, я сегодня читал интервью министра иностранных дел Франции, Жанна-Ива Ледриана, который сказал, что условий для вступления Украины в НАТО сегодня нет. Я не знаю, считается ли это в системе координат Зеленского НИ или ему прям надо НИ, я не знаю, но, в принципе, он, как бы, сказал прямым текстом. То есть, все, ПДЧ вопрос закрывается в ближайшее время, поскольку Путин четко дал понять, что, сори, но это слишком для него, ну, и остальные красные линии для России, но они, опять же, они известны, да, это то же самое, это тоже не вмешательство внутренних дел России, особенно с учетом грядущих выборов в Госдуму, которые, кстати, я думаю, станут стресс-тестом вот этого диалога, то есть, насколько понимают они, да, границы допустимого. Второе, это, там, попытки оторвать от России их ближайшую периферию, это Беларусь, та же Украина, Казахстан, там, ну, в политическом и военном плане. Ну, и, в принципе, все. То есть, вообще, честно говоря, я заметил, что Российская Федерация, не то, чтобы они поумерили аппетиты, но, как бы, видно, что, как бы, у них стоит задача, как бы, сохранить хотя бы то, что есть, и, чтобы их штаты хотя бы признали такой, как бы, ну, вне региональной, межрегиональным государством, разговаривали наравне, конечно, вот, как сейчас, со своей какой-то небольшой периферией. Потому что, в принципе, ну, видно, что, ну, я читаю, например, аналитические статьи в России, то есть, есть осознание того, что они много чего потеряли, много чего бесповоротно, причем есть осознание того, что многие их, их влияние пооткусывал Китай. То есть, они понимают это. И Байден же, там, интересно, он так сказал, что, как бы, вы же смотрите, он же, в общем-то, сказал правду, что, типа, российское влияние, оно уменьшается. И, мол, Путин это знает, и я ему сказал, что у вас же протяженная граница с Китаем, ну, как бы, намекая. То есть, по большому счету, на этом саммите Байден хотел продать Китай, китайскую угрозу Путину, с тем, чтобы его убедить, ну, не сближаться с ними и как-то подумать об этом. Ну, некоторые аргументы справедливые, потому что, действительно, между Китаем и Россией непростые отношения, хотя они, я не считаю, что какие-то враждебные, ну, и никогда, наверное, такими не будут, потому что китайцам нужна тоже Россия. Это вот по темам. Теперь отдельно по моменту, который, как бы, я хотел, а, тоже важно. Они поставили, саммит поставил на паузу дипломатическую войну между Россией и Штатами. Послы вернутся, прекратится вот эта вот череда, значит, исхода дипломатов взаимная, которая была последние полгода. И, может быть, будет, даже будут разговаривать об обмене заключенными. О чем, в общем-то, сказали и Байден, и Путин. Еще один важный момент саммита, начали переговоры по кибербезопасности. Это очень важно, в том числе, кстати, для нас, потому что киберпространство одно из самых непредсказуемых. И, в общем-то, то, что беспокоит тоже Штаты. Они не хотят, чтобы инциденты в киберпространстве приводили к каким-то более, там, масштабным столкновениям с Россией, поэтому... Ну, как это было по поводу трубопровода этого, нефтепровода. Да, 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 ну, который, судя по всему, судя по заявлениям, то есть, и Штатов тоже, они же там не возлагали вину на правительство. Они сказали, что, да, это, по ходу, какая-то российская хакерская группа, но я так понимаю, что эти консультации нужны, в том числе, для вот этой совместной борьбы с киберпреступностью в целом. То есть, не только с кибершпионажем. Ну, это реально, потому что, например, какая-то хакерская группа запускает атаку с территории, там, России. Там, Россия к этому может быть непричастна. И Штатам нужен какой-то канал коммуникации, чтобы как-то, ну, получать информацию, как-то сотрудничать. Потому что иначе оно, это может быть, выйти просто в бесконтрольную войну. А кибер-угрозы, ну, в сегодняшнем мире, они очень серьезные. То есть, ну, в свое время, например, вот эта блокада Катара в 16-м году, которую начали с аудиты и эмирации, и египтяне, она же началась с чего? С того, что твит-аккаунт эмирора Катара взломали, написали там какую-то хрень, и потом, как бы, использовали это как повод. Ну, очень серьезно. И еще один, как бы, момент, сейчас я, да, еще один, чтобы я не забыл, саммит стабилизировал рынки. Ну, то есть, потому что с апреля, когда было вот это обострение со стороны России, там реально, ну, многие ожидали санкций, чего-то большего, ну, очень скакал курс того же рубля. И после этого саммита очень, ну, позитивно все отзывались о нем, что, как бы, мол, якобы, вот вернулась какая-то определенность хотя бы. И это очень хорошо для бизнеса, и это созвучно с тем, что Байден сказал, я думаю, ты помнишь эту фразу, которая у нас многим не понравилась, ну, как так? Что Байден сказал, у меня вообще нет никаких проблем делать бизнес с Россией. Мол, у нас торговля там 20 чем-то миллиардов долларов, и, типа, ничего такого нет. То есть, он четко понимает, как бы, что бизнес-интересы – это важно, и, наверное, ну, как бы, надо, что… То есть, он не выступает против сокращения торговых и коммерческих связей с Россией. И, ну, кстати, Путин прав был, когда говорил, что на Петербург в своем экономическом форуме американская же делегация, она была второй по численности. Реально, среди всех делегаций. Ну, и при этом эти 20 миллиардов – это на самом деле, с точки зрения внешней торговли штатов, это вообще микроскопично. Потому что, если объем торговли там с Китаем достигает сотни миллиардов долларов, то 20 миллиардов. Это даже на фоне российско-китайской торговли, которая там 100 миллиардов долларов превышает, то есть, больше, чем в Петрасту. Не, ну, понятно, да, но она растет, то есть, она реально растет в последнее время, после вот пандемии был рост. Но есть вот разграничения, что, мол, бизнес, окей, ведите, вообще никаких проблем. Что по Украине? Значит, я как говорил… Что же там? Да, что же там? Ну, удивительно. Я как писал, что как бы я за ты в дыхании смотрел за саммитом, думал, у меня было чувство, что произойдет что-то ужасное. Что там не знал я, чего ожидать, но в итоге ничего, ничего, в общем-то, особенного не произошло. Украина не была центральной темой. Не, конечно, я могу, ну, мы можем там сейчас обсудить всякие лингвистические особенности построения фраз в выступлении Путина, где он говорил об Украине, но это бред полный. Это как у нас там дотошно с лупой рассматривали заявление саммита НАТО, пытаясь там найти что-то, ну, новизну какую-то в плане нашего ПДЧ. Единственное, что я вынес по Украине, это вопрос по Минску, то есть явно видно, что Россия в ближайшее время будет уговаривать, будет склонять Штаты к поддержке Минских соглашений. И они будут уговаривать их, чтобы они оказывали на нас влияние, чтобы мы выполняли Минск в том порядке, в котором он записан, в котором хотят Москва, который нам не выгоден и который может вызвать внутриполитический коллапс. Ну и тем более, что объективно изменились условия. Вчера в Праве на Владу об этом достаточно подробно говорили. Была масса дипломатов, и дипломаты не последние в этой стране. И там абсолютно правильно говорили о том, что со времен подписания Минская ситуация принципиально изменилась, поскольку Россия раздала сотни тысяч паспортов, скоро их будет уже миллион. А это вообще меняет всю конфигурацию. Тогда этого всего не было. Ну и прочее, 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 которое требует пересмотра, если не отказа, то существенного пересмотра в Минском Украина может требовать это на том основании, что вот эти условия изменились. У меня будет эфир на следующей неделе с Ансанычем Чалом, скорее всего. Я договорился с Климкиным должно быть, с Чалом. Я думаю, что мы это подробно все рассмотрим. А что ты думаешь по поводу вот этого заявления Виктории Нуланда, о котором вчера упоминал Кулеба, в котором Нуланд рассказала о том, что Байден говорил Путину и, так сказать, вел в курс? Да, да. Она дала интервью Радио Свобода, в котором там была интересная фраза по поводу, ну, помимо там всех дежурных фраз про то, как они поддерживают Украину и что Байден там показал себя хорошо. Там была фраза про Минские соглашения, что, мол, Минский документ является единственным пока что и пока так они будут с ним работать. Это один такой сигнал. И второй, что если есть возможность, что Россия уберет свои войска, покинет оккупированные Донбассы и в обмен на какое-то подобие автономии для региона, они готовы с этим работать. Это, ну, серьезно, потому что, ну, это означает, что с нами после, спустя шесть месяцев, когда, как бы, Штаты и Россия поймут, могут ли они работать вместе, с нами будут, ну, и в течение этих шести месяцев нас будут бить по Минску. Для нас это означает, что, ну, у нас будет, как бы, это запустит несколько процессов. Первый, как бы, возможность, это открывает возможность для нас изменить текст Минских соглашений, поскольку появляется новое вводное американское участие, и их диалог с Россией может склонить Москву к тому, что, окей, давайте поменяем, потому что некоторые, действительно, ну, некоторые условия поменялись за это время. Ну, как мы говорили по этому, по, из-за того, что паспорту, паспортизация идет, российская, и, соответственно, это очень существенная опция, поскольку одно дело, когда там идут голосовать граждане Украины в Ордло, а другое дело, когда идут граждане Украины и России, и это уже абсолютно другая ситуация. Да, и, но открывается и риск. Риск того, что, ну, получается, если мы будем пассивны, и если мы будем оставаться никакими, то мы потеряем инициативу. Поэтому в ближайшее время у Украины на этом направлении будет две основные задачи. Первая, сформулировать альтернативный текст Минска, там, или не Минска, ну, альтернативный текст документа вот этого, который... Да, то есть где написать, что мы, в общем-то, какую позицию мы занимаем, чего мы хотим, и скоммуницировать это Байдену во время визита Зелецкого. И подготовить общество, походу, потому что можно сформулировать такие условия в угоду давлению Байдена и Путина. А так будет, потому что если, вот тут как бы то, чего мы вообще не понимаем, то есть если мы избираем путь возвращения оккупированных территорий через переговоры, это по-любому компромисс, ну, вот в любом случае, тем более, учитывая, что мы слабые, мы занимаем сейчас позицию слабого. И, значит, да, общество надо готовить, потому что там по-любому будут какие-то компромиссы. Или же общество нужно готовить на то, что сказать, смотрите, компромиссы, которые нам предлагаются, для нас неприемлемы, и тогда мы просто отказываемся возвращать вот это все. Долгосрочная заморозка. Заморозка, все, мы просто отказываемся. То есть вот это как бы одна возможность, и вторая, и риск, который открывает, ну, о котором я уже сказал. То есть у нас одна задача – сформулировать этот текст и свой запрос к штатам и, соответственно, по Донбассу. И второе – удержать инициативу вот эту, потому что если мы потеряем ее, если за нас будут решать другие с другими инициативами, другими формулами, мы можем получить ситуацию, отличную от наших интересов. То есть, видишь, получается так, что, ну, приглашая штаты к более активному участию в донбасской теме, к чему призывали наши представители последние, с момента избрания Байдена, мы сами создали себе риск, возможный риск, который может реализоваться при нашей пассивности. То есть что штаты России просто порешают между собой, и это будет, и это не обязательно будет соответствовать нашим интересам. Это тоже то, что у нас, мне кажется, существует иллюзия, что якобы, какая разница, у штатов же идентична позиция Украины, но не идентична, она другая. Позиция штатов по Донбассу, она отличается, потому что, например, штатам непринципиально урегулировать конфликт на всех условиях Украины. Сто процентов. На самом деле… Так же, как это произошло с Северным потоком. Да, так же, как это произошло с Северным потоком. И со многими… у них вообще, как бы, их главная задача, если мы не можем решить заморозка. Это, причем, долгосрочная заморозка устроит как американцев, так и европейцев, которые, в принципе, а чего им, какая разница. Приднестровье есть, Абхазия… Таким, для нас заморозка может быть приемлемой, на самом деле. Да, ну, опять же, но это вопрос же коммуникации с обществом. Но я говорю, что для американцев это вариант, это реальный вариант. Это единственный возможный компромисс России. Хоть Россия, конечно, не хочет заморозки, они бы хотели втюхать Донбасс обратно на своих условиях. Но я думаю, они бы пошли на это, потому что они, в принципе, ничего не теряют. Ну да, они будут дальше тратить там деньги на этот регион, но чем дольше он будет оставаться в таком подвешенном состоянии, тем его, на самом деле, сложнее будет потом вернуть. Но, как бы, то есть это есть… но этот компромисс, он не в наших интересах, и он противоречит официальной позиции Зеленского. Потому что президент Украины ведь с 2019 года, со своего избрания, уже не говорил о заморозке никогда. Сначала он говорил, что мы срочно сейчас все решим, потом не получилось, когда они поняли, что, ну да, это сложнее, чем кажется. А сейчас мы просто играемся в игру, что Минские соглашения плохо, но не предлагаем ничего взамен. Да, то есть смотри, на самом деле подходит вот к концу вот эта эпоха петляния, когда мы все время вот мы, да, 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 мы готовы, Минску нет альтернативы, как Порошенко говорил, вот, но и не хотим, не хотим там по каким-то причинам, по понятным причинам, чтобы это вот как русские наставят это все проводить. А сейчас все, то есть ситуация изменилась, Китай у штатов на радаре, Россия важная, как бы, с точки зрения создания противовеса Китая, либо неусиление его, если Россия вместе с ним идет. Поэтому они готовы договариваться с русскими, перечень вопросов выкатили, полгода обозначили, когда будут согласовываться эти позиции. Да, да, вот у нас будет один очень важный шанс, это приезд Зеленского в штаты. По сути, его приглашение в Вашингтон можно, ну, у нас, ты говорил, что вот у нас радовались там этому поводу, так радоваться нечему, это будет единственная возможность донести свою позицию. Они как раз, они же нас приглашают для того, чтобы понять, вообще тут с кем-то можно работать или нам самим решать. Да, то есть Зеленский должен ехать с планами А, Б, С, Д, я не знаю там, вот, с четко подготовленной программой, и более того, он должен еще и забросить в общество удочки и сказать, что смотрите, я еду туда, там будет очень важный разговор, у нас будут такие и такие варианты, и если что, выносить на референдум вопрос. Все, и тогда, и тогда всем все будет понятно. Да, то есть, потому что нас там, скорее всего, вообще центральной темой визита, ну, будет это, нас сразу скажут, так, давайте, что там по Донбассу у вас, какая ваша позиция, что вы хотите. Второе, что там с реформами и коррупцией, потому что от этого будет зависеть, насколько... Мы вписываемся, если... Да, насколько они готовы впрягаться, потому что, если тут все вот так плохо, и они увидят наплевательское отношение к своим обязательствам, ну, в общем-то, они тогда сами могут сказать, ну, а чего мы тогда будем исхожи вон лезть. Ну, и определиться также отношение к дальнейшим инициативам нашим, ну, и, в принципе, все. Я думаю, реально, это будут две темы. Больше никаких там ПДЧ, НАТО, какие-то там, может быть, символические решения и подпишут, но я думаю... Байден четко сказал, коррупция, коррупция, это, ну, это уже такая, пощучина, не то, что пощучина, это уже по морде вот так вот, сонными тряпками как бы лупят. И поэтому у них тоже этот ЧОС по поводу ПДЧ и все остальное, ну, не будет слушать. Донбасс, конкретная повестка, положили, подготовили здесь общественное мнение, выкатили. Да, поэтому по Минску, то есть у нас реально, у нас вот до конца года два-две задачи. Сформулируйте свою позицию и изложите ее в тексте или в нескольких текстах. Даже не до конца года, он же в июле должен ехать или когда он там собирается? Нет, в июле, да, да, но я, получается, я понимаю, что там же еще будут на более на рабочем уровне, скорее всего, переговоры, я не думаю, что прям если... Ну, короче, в июле это будет... Да, в июле уже мы должны переговорить. Первый дедлайн, первый дедлайн июль, второй крымская платформа запуск в августе и третий где-то вот осенью, после выборов в Госдуму, я думаю. То есть выкатите свои планы и второе, наша задача стратегическая, это попытаться его навязать, то есть впихнуть в американско-российскую повестку. То есть, ну, если у нас не получится, это, конечно, будет очень злая ирония, потому что мы сами хотели... Штаты в переговорах, мы их получили. Мы их получили, оказалось, ой, какая неожиданность у штатов с Россией, даже может быть диалог, и даже у них глобальная повестка, которая переплетается с нашей, и мы зависим от нее. Да. Ну, тоже, да, никто не думал, но вот так получилось, и хотя на самом деле было очевидно. Стало себя кать халепа. Да, ну и как бы, ну и тут, а у европейцев, кстати, у нас тут, потому что, я так понимаю, у нас забили на Европу почему-то в этом плане, у нас же теперь Штаты хорошие, а Европа плохая. Но тоже не стоит сбрасывать их со счетов, потому что Штаты, судя по саммиту Байдена, нескольким саммитам, и судя по тому, что итоговое коммунике и саммита США, ЕС, и НАТО, и G7 было почти идентичным по вот этим вопросам и по Украине, как и саммита Путина-Байдена, там реально то же самое практически написано, и про Минск там, он будет консультироваться с европейцами. А у европейцев мы тоже знаем, какая позиция. Более того, еще может повториться финт Обамы, когда Обама передоверил Восточную Европу Германии, и это ваша зона ответственности, вы там гребитесь. Мы сейчас вот разрулили вот эти вот токсичную текучку, и все, нам азиатский блок более важно. Но я думаю, что в этот раз Германии не передоверят, потому что у Штатов есть недоверие к Германии, потому что Германия по-другому смотрит на Китай, они не так. А кому они могут передоверить, это там Британии, например, потому что они реально занимают, причем они радикальнее, чем Штаты занимают позицию. Ну, Германия сильнее присутствует здесь. Да, да, ну я имею в виду, что там пока еще вот нет такого вот типа страны, которой, ну там, но в принципе передоверение, то есть это вообще, это логично, потому что внешняя политика Байдена, она же не, она же как, она как и у Трампа, не про то, что мы вернулись, теперь опять мы берем, значит, все в свои руки, а наоборот, как раз. По поводу оптимизации. Да, передать на аутсорс, то есть продолжится то, что продолжалось при Трампе, но при Байдене это будет, конечно, судя по саммитам, грамотнее и глобальнее. То есть вот реально видно, что он пытается собрать коалицию, по Турции очень интересно получается, он скорее всего будет пытаться оторвать Турцию, столкнуть Турцию лбами с Россией. И судя по саммиту НАТО, где было три направления, по которым вышли пункты по Турции, касались это Черное море, расширение влияния НАТО в Черном море, это Сирия и Афганистан, где они будут пытаться как раз Турцию с Россией поссорить, чтобы ее вернуть в эту свою глобальную полицию. Да, да, это потом, ну я вообще говорю, что это интересно, потому что, ну это, кстати, гораздо даже больше влияет на политические расклады вокруг нас. Да, 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 там были интересные заявления Турка по поводу того, что он под контролем аэропорт в Кабуле брали. Кабуле, да, и будет же встреча с Путиным, с Эрдоганом, это вот, ну... Да, это все взаимосвязанное вещи, интересно, короче, сделаем отдельный эфир, в общем, вот так вот все, где-то так вот оно выглядит, на этом заканчиваем, потому что засадились аккумуляторы, и это привело к сбоям по звуку, поэтому не будем рисковать. Я думаю, что вам хватило и этого, и будет расшифровка на Хвели, подписывайтесь на Илью, его телеграм-канал Усса, да, мое все в подводочках, короче говоря, смотрите, все есть, на патреон обязательно кусты подписывайтесь. Да, и мой тоже найдите. Кимний патреон, мой кимний патреон, да, если без кима. Я свой тоже оставлю, вот, интеллектуалы потребуют грошей, мы, 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 мы хочем, однозначно. Всем пока. На этом заканчиваем, пока.